В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры с 5 по 17 апреля открыта книжно-иллюстративная выставка «Родом из детства. Музыка детям и о детях». То, что музыка для детей должна сочиняться иначе, чем для взрослых, композиторы обратили внимание лишь в середине XIX века. До этого существовал некоторый педагогический репертуар, включавший пьесы для начинающих музыкантов. Одним из первых, кто стал писать музыку именно для детей, был Шуман. В его творчестве тема детства представлена циклами детские сцены, детский бал, альбом для юношества, 20 песен для больших и маленьких детей. В России детский альбом Чайкурского, написанный, как указано на титульном листе в подрождании Шуману, стал непревзойденной до сих пор вершиной этого жанра. Он дал толчок к созданию близких по характеру и тематике портопианных опусов. Возник даже самостоятельный жанр – детский альбом. На выставке – большая подборка альбомов зарубежных, русских, советских композиторов. Музыка этих сочинений, как правило, посвящена тому, чем живут дети каждый день своей жизни – играм и забавам, сказкам и страшилкам, реальным людям и вымышленным персонажам. Помимо этого, детская музыка должна рассказывать о добре и справедливости, учить глубоко чувствовать и выражать разные эмоции. Образы детства раскрываются на примере лучших сочинений композиторов-классиков. Детский уголок Дебюси, Матушка Гусыня Равеля, Бирюльки Майкопара, Танцы для кукол Шостаковича, Детские пьесы Прокофьева, Сверидова, Гитики. Современная музыка для детей создается в разных стилях и направлениях. Это песни и хоры, сюиты и кантаты, различные фортепианные пьесы и даже сочинения для оркестра. Большой популярностью обладает жанр оперы для детей. Последний раздел выставки представлен музыкальными сказками, операми, мюзиклами. Здесь же сборники детских песен наиболее знаменитых композиторов Гладкого, Крылатого, Шаинского.